Уважаемые дамы и господа! В понедельник, 7 апреля этого года, прошло 20 лет со времени народного геноцида в Руанде. В 1994 году на протяжении 100 дней народом Хуту было убито почти миллион человек, принадлежащих национальному меньшинству Туци. Во вторник в Бундестаге Германии почтили жертв геноцида почти двухчасовым траурным собранием. Докладчики всех фракций требовали более решительных действий в случаях нарушения прав человека и геноцида. Сделал ли урок Бундестаг и его член из этой ситуации, которая тогда привела к геноциду? Об этом можно усомниться, так как обходится вниманием тот факт, что согласно официальным сообщениям, массовые убийства на протяжении недель и месяцев были результатом подстрекательства СМИ в Руанде. Напротив, СМИ продолжают пользоваться и у нас невероятной свободой. Они настраивают народы и группы людей друг против друга, и тем самым разжигают войны, гражданские войны и, как в Руанде, геноцид. Ведь ответственные представители СМИ не считаются с тем, что будут впоследствии привлечены к ответственности. Эта мнимая свобода СМИ становится очевидной на примере актуальных новостей западных СМИ о роли Путина в украинском конфликте. Российский президент представляется как одержимый властью деспот, который не остановится ни перед чем, чтобы расширить свое господство. Очевидно, что публичная клевета на Путина нацелена в конечном итоге на то, чтобы пробудить готовность к войне, причем прежде всего в Европе. Напоминаю, население Крыма в марте этого года большинством голосов, почти 97%, при 82% принявших участие в референдуме, решили, что хотят быть независимыми от Украины. Это факт. Так выглядит демократия на практике. Даже если в понимании демократии США и безоговорочно следующих им СМИ народу нет места в прямом соучастии в правлении. О том, какие интересы преследует США в своем подстрекательстве к войне на европейской земле, вы можете услышать в медиа-комментарии «Глобальное господство Америки находится в опасности» от 10 апреля 2014 года. Хотите ли вы также поддержать нашу просветительскую работу? Тогда наблюдайте за противником через его действия в политике и СМИ и делайте выводы. Говорите о Кляге Маур-Ти-Ви в своем окружении и помогите нам в том, чтобы народ был широко осведомлен об истинных подстрекателях войны. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!